Продолжают тушить природный пожар. Речь идет о возгорании в Петушинском районе. По последним данным, уже 200 гектаров пожарным удалось потушить. Еще 300 гектаров охваченных огнем пока только локализованы. Напомню, первые сообщения о пожаре начали поступать 23 августа. Эта зеленая зона закоплена за федеральным учреждением оборонлес. Сначала военные сами планировали справиться с огнем, но пожар распространялся. В ситуацию мешались сотрудники регионального МЧС. По их информации, верхового горения не наблюдается. В данный момент тлеет травяная подстилка. Сейчас в тушении пожара задействовано 522 человека, 72 единицы техники. Продолжает работать авиация Минобороны и МЧС России. Вертолет К-32 и два вертолета Ми-8. Ситуацию держит на контроле губернатор области Светлана Орлова. Ближайшие населенные пункты отделены от пожара рекой. Это поселок Клязьминский, 4 деревни, село Марково. От них до очага пожара 10 километров. В них ощущается запах гари, но по информации спасателей, допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Пожар локализован на площади 500 гектар. Угроза населенным пунктам с момента наступления локализации полностью снята. Сейчас идет уже управление пожаром. В чем оно заключается? Оборудованы специальные минерализованные полосами, бульдозерами. Здесь работают три бульдозера, которые со всех сторон уже сделали достаточно минерализованный полос необходимой длины, чтобы огонь не перекидывался. Автомобилистов предупреждают. На участке М7 из-за дыма сохраняется плохая видимость. В связи с этим на протяжении 7 километров трассы в Петушинском районе до 70 километров в час ограничен скоростной режим. Водители просят быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.